Хорошо бы вспомнить слова Бернарда Шоу, он говорил, что мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам бы еще научиться жить на земле, как люди. Великие слова. Я многих видел, я адвокатов видел, которые исходили буквально желчью, глядя на других, скажем так. Люди есть, адвокаты же не исключение, которые просто не любят других людей. Не любят других людей, в том числе и адвокаты. А сама профессия обязывает его любить человека, потому что ты оказываешь помощь, ты сострадаешь человеку. А как же это может быть без уважения, по крайней мере, к человеку? Желание помочь – это присуще, присуще адвокаты. Ведь деньги в профессии не должны быть главным, так сказать, стимулом работы. А именно помощь человеку, сострадание. Почему вот эти три профессии священников, врачей и адвокатов, они как бы объединены в одну касту по своим моральным принципам. Начиная от того, что они в 19 веке все были в черных одеждах, в том числе и врачи. Потом стали уже там врачи, уже одели белые халаты. Но вместе с тем эти три профессии, они как бы занимаются одним делом. Они облегчают страдания, они оказывают помощь. И как могут способствовать тому, чтобы человек не избавился от чего-то негативного, что у него есть. Возможно, от болезней, возможно, от состояния, возможно, от отношения к жизни, к людям. И начинал, может быть, другие ценности у человека появятся. Если люди этой профессии, потому что и на врача такая миссия лежит, кроме врачевания, еще душу надо врачевать. И на адвокатах лежит. Адвокат – это тот же врач. Нельзя бить себе в грудь и кричать, знаете, я вот такой хороший, я добрый, знаете, любите меня. Только дела, только жизнь человеческая, она определяет, кто ты есть. И вот мы не зря говорим, что адвокат вообще, он пол своей адвокатской жизни работает на свое имя, а вторая половина жизни начинает работать на него. Уже вот то, что он приобрел за первую половину. Если он себя зарекомендовал как профессионал и как человек, к нему и люди идут. И вот имя дает ему возможность уже нормально работать и не искать эту работу. Работа будет искать его. Человек должен стараться делать добро для других, жить по каким-то принципам Божьим, не обманывать, не подводить, оказывать помощь ближнему. Всегда вот почему говорят, что такое вежливый человек, что такое интеллигентный человек. Человек, который не создает проблем для других, не расталкивает других локтями, понимаете. Он уступит всегда дорогу, уступит место, то есть ведет себя по-человечески. Я уж не говорю о заповедях, которые даровал, так сказать, народу Израиля Моисей, где были уже те, которые сегодня скажут, не уже свидетельствуй, не уже свидетельствуй, не убей. Это все вот то свидетельствует в том, что уже тогда, так сказать, суд был, если нельзя было давать ложные показания. А по крайней мере, вот нужно жить и по заповедям, которые предусмотрены законами. Это тоже своеобразные заповеди. Самый главный большой недостаток, почему невозможно жить нормально, это отсутствие уважения к закону. Если люди начали бы жить по закону, уверяю вас, что и правонарушений было бы меньше, и людям самим легче жилось. Но так как у многих появились деньги, начали поклоняться все или большая часть населения золотому тельцу, и когда есть деньги, можно позволить себе все. Наша жизнь как раз и говорит о том, что у кого есть деньги, тот решает любые вопросы. Как бы печально это не было слышать, но так оно и есть. Надо взять 25-летний отрезок новой адвокатуры и советской адвокатуры. Советская адвокатура была воспитана на страхе и на дисциплине. Там любое нарушение, которое мог допустить адвокат, оно беспощадно каралось. Вплоть до отчисления из коллегии, куда человек не мог вернуться. Тем более численность коллегии адвокатов была строго ограничена, контролировалась Министерством и юстиции. Ну, главный принцип не свободы, доступа к профессии, а количество жителей в определенном районе, которые должны обслуживать определенное число адвокатов. Совершенно 15 жителей и один адвокат. Вот такое количество во всех областях Советского Союза создавалось в коллегии вот с таким количеством людей. И для того, чтобы коллегии не превратились в силу богадельни, для этого приходилось, в общем-то, еще здоровых 60-летних, грамотных, подготовленных адвокатов отправлять на пенсию для того, чтобы принять молодых, чтобы кто-то вшел им на смену. А все равно этих молодых было незначительное количество, ну, 10-15 человек на коллегии. А коллегии какие были? Взять одесскую коллегию. До 92-го года у нас было примерно 270 человек коллегии. Сейчас более трех тысяч. Доступ к профессии открыт. Если говорить о советской адвокатуре, там настолько была жесткая дисциплина, все было настолько, как бы вот этот принцип подчиненности, начиная от юридических консультаций, где заведовал заведующий, от президиумов коллегии адвокатов, которые руководили всей жизнью адвокатского сообщества в регионе, и которые жестко смотрели и жестко реагировали на все, что происходит в коллегии адвокатов, и беспощадно расправлялись с адвокатами за любые нарушения. Да, наступило новое время, рыночные отношения, другая страна, другое законодательство. Уже, естественно, появились и доступ к профессии стал открытым. То есть люди начали подавать документы, сдавать квалификационный экзамен, получать свидетельства, начинать работать адвокатами. Но, к сожалению, у нас была там в советское время гораздо лучше подготовка. Мы действительно учились. Шесть месяцев, которые нам были отведены, мы работали в течение всего рабочего дня, обнимая, впитывая все, что нам говорят наши руководители, и смотря на других адвокатов, учась у них, и получая вот ту подготовку, которая необходима. А сейчас что? То есть кого в обучении он там иногда встречается со своим руководителем, но практически такой стабильной системной подготовки нет. И адвокатный человек начинает работать, а Азов еще не знает. И профессионализм рухнул практически во всех сферах нашей деятельности. И в республиканции, и в медицине, и, скажем, в технических науках. Везде понизился профессиональный уровень. Помощь должны наказывать все адвокаты на определенном высоком уровне. Почему? Потому что если государство как бы регламентирует и гарантирует гражданам получение правовой помощи, то государство одновременно говорит, что эта помощь будет квалифицированной, потому что вместо квалифицированной помощи получать какой-то суррогат, недопустимо. Для этого надо готовить адвокатов. Ну, в меру своих сил мы делаем все возможное. Постоянно проводим семинары, занятия, лекции, повышаем их уровень. Но не все адвокаты, к сожалению, хотят повышать свой уровень. Многим хватает того, что у них, так сказать, есть после окончания вуза, который они кое-как закончили. И такие и есть. Но не хотят просто над собой работать, а это системная работа. Посмотрите, вот у нас есть профессионалы высочайшей квалификации. И посмотрите, как они работают. Они ежедневно, они ежедневно занимаются тем, что изучают все то новое, что выходит. Нормативные акты, законодательные акты, какие-то разъяснения о верховных судах и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы быть в курсе. Тут на неделю можно опоздать, ничего не сделать. Ты уже выбыл. Тебе уже надо восполнить этот пробел и изучить все, что было в эту неделю, потому что ты можешь просто дать неправильный совет, избрать неправильную позицию. То есть надо все время работать. А люди не хотят работать. Вы знаете, лень адвокатов идет еще со времен Цицерона. Это было две тысячи лет назад, когда Цицерон говорит, что адвокаты ленятся писать речи, потому что для них это большая нагрузка. И до сих пор это существует. Ленятся. И ленятся делать другие вещи. Ленятся работать над собой. Вот в чем дело. Почему ищут там адвокатов? У нас есть. Они на перечет. Они на перечет, понимаете. Это как золотые зерна нашей адвокатуры. Действительно, которые, обратитесь, они практически могут ответить на любой вопрос. И принять правильное правовое решение. И построить свою деятельность в интересах клиента так, чтобы добиться положительного результата. Это и налагает на адвоката обязанность повышать свой уровень, чтобы к этому не могли прибираться. И потом, следующий этап, это, конечно, добросовестность. Мы адвокатов всегда тоже предупреждаем. Ты плохо знаешь эту категорию дел. Не занимайся ею. Не занимайся. Клиент обратился. Ты скажи, знаете, вот обратитесь к моему коллеге. Он блестяще разбирается. Вот вопросы, связанные с автотранспортными преступлениями. Их знает очень небольшое количество адвокатов. Для чего вы, адвокатов, я спрашиваю, для чего вы беретесь, не зная досконально, там столько вопросов. Специальных вопросов, которых адвокаты не знают многие. Ну, а не нужно, надо сказать, отправьте человека к специалисту, который хорошо знает это, где вы, где, и может оказать помощь. Вот в этом тоже жажда заработка не должна превышать и заслонять то, что адвокат должен делать в своей деятельности. Не зря Великий Кони говорил, что адвокатура это не только средство для кормления, это служение общественное. Вот это великие слова и определяют суть адвокатуры. В первую очередь у нас адвоката, который нужно все время шлифовать, очистять из всякой грязи. И тогда все будет адвокатом будет адвокатом. Беспристрастным, объективным должен быть прокурор. У адвоката строго определенная функция. Он же представляет суду только доказательства, оправдывающие, либо смягчающие вину. А прокурор должен представить объективные, как уличающие, так и оправдывающие. В этом отличие, понимаете. Хотя прокуратура, понятно, что она во многом, конечно, доказательства оправдывающие куда-то складывает в сторону, а доказательства обличающие представляет. Ну вот такая однобокость, она не является правильной, потому что сам закон говорит об этом, об объективности. Уголовно-процессуальный кодекс. Это еще зайдет со времен наших предшественников, присяжная адвокатура. И кроме того, если прокурор принимает правильное решение, этим он поддерживает и уровень государства, вот правовой и законный. И поддерживает свой авторитет, и знают адвокаты и граждане, этот прокурор объективный. Там, где нет доказательств, он скажет, что нет, там есть, он скажет, что нет.